начните своевременно выявлять дефицитные состояния по гормонам позвольте мужчине хотя бы знать откуда растут ноги потому что многие даже не понимают что оказывается дефицит тестерона это не про 60 лет это не про 55 лет это может быть и про 20 лет это может быть и про 30 лет и когда мы видим 25-летнего юношу с огромным животом ожирением по женскому типу который думает что это широкая кость что это плохая генетика и при этом он ходит зал пытается похудеть и ничего не получается врач которому он приходит в поликлинику даже не подумает о том что в 25 лет может быть дефицит тестерона это очень большая проблема я считаю что каждый мужчина должен взять свое здоровье в свои руки регулярно посещать врача сдавать анализы и знать как же работает его внутренний мотор хорошо ли там все с уровнем масла с уровнем тестостерона ведь что будет с двигателем где этого масла мало если вы не хватает он заведется этот двигатель еще какое-то время проработает но ресурс его будет к сожалению ограничен и мощность его будет ниже чем могла бы быть гормональной проблемы я стал замечать в лет так 44 45 когда мне исполнилось с того что началось выпадение волос потом ни с того ни с сего бросала в жар то в холод я обратился к врачу сдал анализы и оказалось что у меня пониженный тестостерон я это не связывал с тем что генетика или я много работаю потому что на протяжении всей жизни я привык тренироваться и тренироваться не абы как то есть прийти там что-то потягать и уйти если я пришел в зал я выкладывался на полу даже весах вот при поднятии штанги или еще чего-то я не замечал что у меня падают веса или я устаю вот все мои замечания были связаны с состоянием своего здоровья поэтому единственное что мне пришло на ум это пойти сдать анализы и проверить свой гормональный фон причем когда человека ни с того ни сего бросает в пот потом в холод ну это же явно ненормально что-то происходит с организмом поэтому пришлось пойти и сдать анализы почему я обратился к врачу они стал заниматься самолечением ну я находился в том возрасте в котором самолечением заниматься я думаю не стоит и вообще в любом возрасте не стоит заниматься самолечения потому что можно завести себя в тупик из которого будет потом выходить очень трудно я думаю потратить полчаса или час времени на посещение профессионального врача это намного лучше чем убивать себя и не понимая что с тобой происходит сначала для себя как-то я это воспринял не очень хорошо я не хотел сначала вернее я пытался выправить состояние тестостерона всякими растительными препаратами там три булицы еще всякие но они не приводили совершенно ни к чему где-то два-три месяца даже больше я поборолся сдал опять анализы и понял что движение вверх не происходит никакого и пришлось уже тогда садится на газете мужчина не может жить с низким тестостероном полноценно ну в условиях наверное текущего среднестатистического социального ритма где человеку приходится преодолевать огромное количество психических и физических препятствий данный гормон очень сильно помогает в условиях если человек к примеру находится в каких-то духовных практиках он уже имеет какой-то возрастной уровень склонный когда этот гормон уходит в обычном ритме то в принципе может заниматься садоводством собственно путешествовать ходить в медитации заниматься дыхательными практиками рыбу ловить поэтому все зависит наверное от внешних стрессовых факторов то есть если их много то однозначно без этого гормона будет очень тяжело если они отсутствуют то как говорится мудрость приходит с падением тестостерона как только мужчина начинает снижаться тестостерон он начинает двигаться в сторону созидания а в созидание приходит понимание очень глубоких вещей и с духовной точки зрения и с психической точки зрения когда я начал газеты сразу пропали вот два основных две основные проблемы которые меня тревожили это выпадение волос и вот это спонтанное бросание организма в жар в холод то есть это моментально прошло более себя как-то почувствовал живым вообще газеты и тестостерон это как я говорю это твоего отображения утром в зеркале когда ты смотришь на себя в определенном возрасте человек смотрит на себя в зеркало и понимает что ему не хочется видеть это отражение просто не хочется он взглянул на себя отвернулся и ушел это не как молодые годы ты смотришь по полчаса в зеркало и любуешься собой я просто не хотел смотреть на себя в зеркало и отворачиваться и и всю жизнь когда ты посвящаешь себя здоровому образу жизни спорту разваливаться и чувство себя развалины просто не хочется это выбор в общем каждого человека ну я так скажу я понимаю что сейчас после моего комментария все эти спортсмены которых мы говорим желающих гипертрофироваться и достичь каких-то нереальных размеров набросятся на меня с какими-то комментариями ну допускай так и будет но я могу сказать что в любом случае когда человек подвергает себя изнурительным тренировкам мы понимаем что профессиональный бодибилдинг он не подразумевает легкую прогулку по парку здесь можно говорить про аутоагрессию я не говорю что это происходит в ста процентах случаев да но здесь можно говорить и про аутоагрессию про непринятие своего тела возможно про нарциссическое расстройство если я буквально недавно говорил об этом в одном интервью если зайти посмотреть на спортсменов и профессионалов и не профессионалов которые занимаются в спортивных залах мне кажется такое количество раз просмотра себя в зеркало за одну тренировку которым прибегают эти спортсмены не каждая фотомодель так делает ну это же нормальная история он сделал подход поднял штангу на бицепс идет мимо зеркало и смотрит на себя я специально наблюдал за такими людьми сел тихонечко на скамейку спортзале и смотрю я не говорю что я так не делаю то есть я тоже подойду посмотрю мне же интересно что там меняется не меняется но самолюбование и постоянное желание видеть как ты выглядишь причем не просто даже знаешь подошел к зеркалу и смотришь они смотрят на свое отражение они проходят мимо зеркало обязательно посмотрят как он выглядит осанка положение тела размер руки и ноги друзья привет хочу напомнить что у меня есть витамины ipsum который я создал с любовью в первую очередь для своей семьи для своих друзей а сейчас и для своего ребенка потому что в скором времени возможно когда этот ролик уже вышел появится и детская линейка и спортивное питание в том числе я планирую делать я стараюсь выбирать самое лучшее сырье беру самые лучшие технологии производства и на собственном заводе который находится в особой экономической зоне в дубне делаю для вас витамины которыми я горжусь и за которой я отвечаю своей репутации и поэтому на каждой банке стоит моя фамилия и роспись друзья спасибо что доверяете спасибо за десятки тысяч положительных отзывов за оценки которые вы ставите нашим витамином и за то что верите и доверяете самое главное достояние в своей жизни мне это ваше здоровье будьте счастливы ссылка на витамины под этим видео употребление газеты конечно влияет на твою психологию ты становишься более уверен опять же появляется желание тренироваться хотя многим людям спорт в общем-то и не интересен но опять же ты чувствуешь себя живым и не чувствуешь себя какой-то разваленной тряпкой которая вот валяется на диване лишь бы поесть поваляться телевизор посмотреть и вообще хочешь себя чувствовать мужчины когда ты всю жизнь чувствуешь себя хорошим мужчины не хочется в один момент понимать что ты уже все переходишь запасной состав в моей личной жизни на знакомство с этими препаратами началось мне кажется в 17 лет я был на первом курсе военно-медицинской академии весил 69 килограмм при росте метр восемьдесят пять огромное количество гейнеров протеинов и калорий не давала мне возможность набирать вес и данные препараты позволили выстроить мне определенную самооценку визуал и жизни ну в том аспекте в котором мне нужно при этом я имею сейчас хорошее здоровье у меня двое детей и все хорошо у меня вырабатывается свой собственный тестостерон и все отлично тут вопрос как бы какими знаниями человек обладает насколько он может погружаться во все это и выходить из этого то есть люди которые видят всегда только одну сторону ну в конечном счете они заканчивают не самым лучшим образом то есть если у человека есть цель как на эверест сходить да то есть сходить на эверест а потом восстановить себе полностью весь дыхательный цикл газовый состав крови психический физиологический фактор и это тоже как определенный процесс этого похода они уже какая-то отдельная часть то наверное это безопасно если у человека это просто скажем так потребность для того чтобы иметь бицепс там 45 50 сантиметров то как правило это заканчивается плохо потому что бицепс очень быстро достигается таких размеров а дальше человек ничего нового придумать не может да и он всю жизнь выступают на одних и тех же соревнованиях получают одни и те же медали соответственно встречается с одними и теми же людьми занимается одной и той же деятельностью и в конечном счете это ни к чему не приводит поэтому все зависит наверное от масштаба мышления того насколько экологичный человек мыслит то есть если у человека экологичное мышление и он знает что как в машинке да то есть если ты разобрал эту машинку то ты должен ее собрать потому что другие дети еще будут играть этой машинкой то хорошо если человека просто раздолбить все это и выкинуть то это отдельная категория людей которая попадает по здоровью газеты как имеет свои огромные плюсы так и минусы но минусы они связаны только с психологией когда ты понимаешь что тебе в неделю кто ставит один раз кто в десять дней один раз ставят тестостерон вот чисто психологически понимать что ты зависим от тестостерона ты как бы к нему привязан и страх того что ты в какой-то период жизни окажется что у тебя просто не будет возможности его поставить его купить найти что будет с тобой происходить как на это будет реагировать организм вот все страхи связаны только с этим ну и газеты все-таки человек не может бездумно употреблять тестостерон не сдавая анализы не постоянно не контролируя состояние своего организма своих сосудов своего сердца ну без этого никуда многие не хотят тратиться на этом многие думают зачем мне это все каждый месяц или два или три сдавать анализы сдавать на холестерин сдавать пса многим это не надо зависимость от препаратов стероида анаболики я уверен что есть и думаю и уверен я не такой доктор как ты да я все-таки психолог у меня нет медицинского образования но за время своей практики у меня была возможность общаться с людьми которые употребляли тестостерон потом после курса да вот после курсовая терапия если мы говорим в не знаю может быть у них и не было это после курсовой терапии но это совсем другие люди и такие же раздраженные такие же мнительные психологически нестабильны я помню я общался с одним человеком который колол себе курс тестостерона три месяца потом делала паузу в два месяца и он говорит и себе даже представить не можешь как я жду когда я вновь начну употреблять тестостерон и я знаю других ребят у которых действительно есть парном проблемы и показания что для тебе нужно это делать но и безусловно он себя начинает плохо чувствовать потому что его родной природный тестостерон он на низком уровне он вынужден сидеть на гормонально-заместительной терапии иначе он просто-напросто не сможет быть полноценным человек основная проблема приема тестостерона это временной фактор то есть люди не делают периодизацию у них там тестостерон упал и бог с ним буду всю жизнь колоть и неважно последствий да вот у меня тоже был такой случай когда то есть я долго находился на курсах свое время когда я попытался выйти меня свой собственный тестостерон там колебался в значениях до 17 в условиях ну достаточно хорошего уровня мышечной массы но это объективно мало держать это и психические и либидо и эрекцию еще мышцы и этого мало и я мог сказать да пошло оно как бы все я буду просто всю жизнь сидеть на газете да но я пошел другим путем то есть я начал изучать те моменты которыми ну большинство врачей даже не занимается в эту область то есть как восстанавливать клетки лейдинга применением различных комбинаций медикаментозных факторов роста в конечном счете я восстановил все свои процессы и все хорошо если мы говорим о классической картине когда человек вводит тестостерон делает это просто продолжительный период жизни то естественно будут побочные эффекты то есть даже 250 миллиграмм бывают побочные эффекты то есть 250 миллиграмм это объективно для жизни много 150 это наверное идеально но опять же нужно ввести через две недели посмотреть как это сколько это дает дегидротестерона сколько это дает эстрадиола если что там скорректировать в плюс-минус но 250 для обычного среднестатистического человека это конская доза меня на 250 тестостерона меня уже ароматизирует у меня тестостерон там улетает за 130 за 150 и соответственно на 130-150 эстрадиола ты знаешь что происходит они конкурируют за рецепторы дегидротестерона примкнуться некуда и он начинает лупить себя по предстательной железе и далее уже как бы со всеми вытекающими поэтому нужно эти моменты но объяснять людям принципе можно сидеть длительно находиться но опять же если мы говорим о здоровье то это должна быть цикличность то есть у меня вот с моими атлетами возникали всегда конфликты в жизни я всегда говорил что нужно делать перерыв то есть ты 8 месяцев находишься на данных препаратах до 4 месяца ты отдыхаешь фитнес бодибилдинг профессиональный спорт олимпийские виды спорта это спорт где нужно уметь сделать шаг назад в эти четыре месяца восстановления чтобы потом сделать два шага вперед там и всех победить когда у человека нету тормозов он постоянно как бы кубки медали выигрыши и так далее эти амбиции приводят к проблемам со здоровьем которые человек не может контролировать если бы сын мой пришел бы и спросил бы что он или сказал бы что он хочет кусить тестостерон или еще что-то ни в коем случае я бы ему не разрешил бы потому что добиться результата в молодом возрасте можно и без тестостерона в наше время ну я в прошлом веке рожденный и тренировался в прошлом веке у нас не было ни тестостеронов никаких то других препаратов тренировались по две-три тренировки иногда в день чувствовали себя прекрасно нет тестостерон нужен на определенном этапе после определенного когда ты пересекаешь какой-то временной рубеж опять же это каждый человек выбирает для себя что он хочет хочет он оставаться постоянно в движении чувствовать себя сильным ну радоваться жизни не превращаться как я говорил в овощи это ну ну многим это вообще просто не нужно так что сыну скорее всего без запретил но более грустная наверное самая печальная история что среди тех пациентов внимание пациентов у которых есть медицинские показания назначению тестостерона 50 процентов используют не аптечные препараты а используют андеграунд потому что пациент вынужден назначать себе сам не получив от врача терапию потому что дешевле и проще достать потому что неудобно постоянно получать рецепты причину всех много но 50 процентов людей на гормон заместительной терапии в нашей стране они используют препараты андеграунд потому что выбор препаратов которые используются для гормон заместительной терапии и которые можно приобрести в аптеках в нашей стране он очень сильно ограничен и он очень страдает и хромает по качеству молодым ребятам стоит опасаться при применении анаболических андрогенных препаратов того что они просто не смогут потом существовать без этих препаратов они не смогут иметь репродуктивную способность они не смогут социально выстраивать себя и свою жизнь без данных препаратов поэтому основная проблема это то что вы будете очень сильно зависимы вам придется искать возможности специалистов чтобы потом сливать кровь контролировать свой холестерин чтобы вам кто-то назначил статины потому что у вас будут проблемы с липидным профилем вашей крови у вас будет проблемы с дофамином вас будут мучить панические атаки депрессии то есть с возрастом чем старше они будут становиться тем больше факторов будет появляться которые они просто элементарно не смогут контролировать и в конечном счете это все заканчивается обычно какими-то веществами да ну то есть если у человека какие-то проблемы там психоз и полярное расстройство то он начинает это все компенсировать различными там курениями марихуаны употребление каких-то ускорителей замедлителей и прочее конечном счете одни зависимости приводят к другим зависимостям это заканчивается просто выходом в окно я являюсь доктором наук хирургом онкологом урологом андрологом организатором здравоохранения являюсь руководителем крупного отделения федеральном центре являюсь заведующим кафедрой спортивной медицины в университете и этот проект создал я для чего для того чтобы помогать вам становиться здоровыми людьми он очень просто устроен вы оставляете заявку с вами связывается менеджер уточняет ваши цели под вас подбирается нужный вам чекап после этого вы выбираете день когда вам удобно и где вам удобно чтобы у вас взяли анализы приезжает наша медсестра делает забор либо вы можете сдать анализы в удобной для вас лаборатории которая располагается рядом с вашим домом и после того как результаты анализов готовы с вами вновь свяжется наш менеджер и обсудит в какой день и в какое время вам удобно пообщаться с врачом из моей команды наш врач изучит ваши анализы и даст необходимые рекомендации для того чтобы изменить вашу жизнь в лучшую сторону сервис очень просто устроен вы платите только за анализы а консультацию вы получаете бесплатно стоимость анализов одинаково вы платите ровно столько же за эти анализы в любой сетевой лаборатории но в нашем случае вы получаете бесплатный забор дома и консультацию крутого специалиста из моей команды но если мы говорим о недостатке тестостерона в организме я уже говорил об этом сегодня возможно даже депрессия а возможно алкогольная зависимость возможно наркотическая зависимость возможно никотиновая зависимость этот мужчина становится в принципе недееспособным он сам себя не чувствует мужчины не повышается мнительность апатия инфантильность если тестостерон не в норме ему плохо а безусловно для психики так как у нас есть потребность все-таки проживать вот эту доминантную историю чувствовать себя мужчиной очень часто мужчины которые имеют даже не понимая этого проблемы с тестостероном входят в агрессивный контакт общения с теми кто не может обидеть статистика говорит о том что большая часть абьюзеров которые применяют физическую силу по отношению к женщине это мужчины которые имеют серьезные проблемы с тестостероном две группы первая группа это мужчина у которых недостаток тестостерона они таким образом самоутверждаются они таким образом поднимают в себе и дофамин и норадреналин им же нужно как-то почувствовать себя героем и он никогда в жизни не позволит выйти на улицу и подойти к машине где сидит парень с накачанной шеи сказать выходи сюда я буду с тобой разбираться он будет обходить их стороной он будет доминировать над слабыми и вторая группа это мужчина у которых пери избыток тестостерона или которые употребляют запрещенные вещества там уже неконтролируемая агрессия начинается его начинает все раздражать если мы говорим про запрещенные вещества это же не постоянная история приема для человек после приема проваливается в серьезную депрессию тем более если он это делает бесконтрольно без сопровождения доктора который способен вообще отслеживать его биохимию смотреть как ведет себя его организм где-то это вообще приводит к летальному исходу почему мужчин чаще дефицит тестостерона слушать да ну давай начнем хотя бы с пищевых привычек заливать в себя ведрами пива но о каком тестостероне может идти речь питание да посмотрим за половиной мясной продукции если не большая часть выращена на гормонах на какие-то антибиотиках там непонятно на чем безусловно и питание сваливать конечно все на экологию мы не будем не хочется конечно сказать вот я поправился потому что экология плохая воздух грязный но здесь комплекс причин и безусловно это проблемы связанные со здоровьем и с психикой в том числе и с питанием с привычками режим дня сна все все влияет нарушение гормональной системы работы гормональной системы приводит к нарушениям психической деятельности человека в том числе и психическая деятельность человека расстройства психики могут привести к нарушениям гормональной системы не только тестостерона все взаимосвязаны между собой абсолютно я еще раз говорю что здесь важный момент нужно рассматривать в комплексе реакцию организма. Вот если мы берем мужчину, который в лесу встретился с волком один на один. Вот есть волк, есть я. Что с моим организмом произойдет в этот момент? Это бессознательные процессы, которые я вообще не контролирую. У меня моментально повысится артериальное давление. Для чего? Для того, чтобы максимально быстро наполнить все мышечные ткани кровью. В тонус приходит кровеносная система, мышечные ткани наполняются кровью, начинается легкий тремор мышц. Для того, чтобы при каком-то действии, бегство либо атака, ты был подготовлен уже, чтобы ты не повредил себе ничего, не травмировался. Повышается уровень сахара в крови, кровь становится более густой. И в организме появляется целая формула гормонов, начиная от кортизола и заканчивая бетаэндорфином. А бетаэндорфин стабилизирует психику в состоянии стресса, природное обезболивающее средство. А там может появиться норадреналин, либо адреналин. И вот если у тебя появляется адреналин, ты сваливаешь, стараешься убежать от него. А если адреналин, ты бьешь этого волка и убиваешь. И вопрос в чем? В том, что мы живем сейчас в условиях неконтролируемого стресса. А так как человеческая психика, наша психика способна адаптироваться, мозг адаптируется. Вот если сейчас за окном что-нибудь взорвется, мы здесь все вздрогнем. А если там будет взрываться на протяжении месяца каждых пять минут, и мы здесь будем сидеть, никто даже ни глазом не моргнет, и не задумывается переживать. И вот когда мы адаптируемся к стрессу, на уровне психики и восприятия мы стресс не воспринимаем, а организм воспринимает. То есть, а мужчины в современном мире, учитывая ответственность, обязанности, которые на мужчинах лежат, заработай денег, обеспечь семью, социум внушает, ты должен быть сильным, да какой ты мужчина, если ты слабый. А если ты еще и заплакал, ты вообще помойное ведро. И мужчина постоянно находится в стрессе. Для организма это вообще неестественная среда. И, конечно, там будут гормональные нарушения. А то, что мужчине нужно восстанавливаться, то, что мужчине нужно заботиться о себе, то, что ему нужно следить за своим здоровьем, за своим питанием, где-то даже в первую очередь, нежели о жене и о своих детях, об этом никто не задумывает. Но если я ответственный, самый ответственный в семье, то есть ты глава семьи, ты самый ответственный, но если у меня есть единственный автомобиль, я буду за ним ухаживать? Но если я у вас единственный ответственный, давайте я поухаживаю за собой. Это моя рекомендация мужчинам. Ты посмотри, у нас Россия на первом месте в мире по суицидам среди мужчин. Вопрос. Если бы была такая возможность этих людей обследовать на нарушение гормональной системы, что нарушение гормональной системы не приводит человека к суицидальным мыслям, еще как приводит. Не приводит в депрессивное состояние, еще как приводит. Не приводит в состояние апатии, приводит. И большой вопрос, почему эти мужчины по какой-то причине решили свести счеты жизни. А если мы пойдем погуляем по кладбищу и обнаружим там удивительную для себя вещь. На надгробных плитах, где захоронены семейные захоронения муж и жена. 95 процентов случаев, ну пусть там 80, ладно, но преобладающее большинство, большая часть мужчин умерла раньше, чем их жены. И ты посмотришь, муж там умер в 2000 году, жена в 2017, в 2012. Муж в 2010, она в 2020. Опять возникает вопрос, а почему так? Наверняка в обществе происходит вообще в социуме, в трансляции информации в адрес мужчин что-то происходит, что нас вводит в состояние этого стресса неуправляемого. Казалось бы, так все просто. Пошел, сдал анализы, показал их врачу или сам посмотрел и назначил правильную терапию. Так почему так много пациентов ходят без лечения и им лечат простатиты, их лечат от депрессии, их лечат от бессонницы. Все на самом деле достаточно просто. Напомню, норма тестостерона это 12 наномоль. В организме у него очень простой путь метаболизма. В простом варианте метаболизм выглядит следующим образом. Тестостерон под действием 5-альфа-редуктаза превращается в дегидротестерон, активную единицу. И под действием ароматаза превращается в эстрадиол, так называемый женский половой гормон. Хотя по факту ни тестостерон не является мужским гормоном, ни эстрадиол не является женским гормоном. Эти гормоны присутствуют просто в разных количествах у мужчин и у женщин. Давайте подумаем, а почему тогда я могу получить цифры 12 наномоль и при этом иметь проблемы с тестостероном. Простой пример. У вас больные гланды или какое-то системное воспаление. На фоне чего нормальные цифры тестостерона не компенсируют вас. И вы все равно себя чувствуете плохо, у вас коллективная дисфункция, у вас депрессия, у вас нет сил или вы начинаете полнеть, пока не уйдет воспаление и вы не поборете эту причину, тестостерон не будет работать. Причина номер раз. Самая распространенная причина номер два. У вас плохие рецепторы. Их сейчас можно тоже лабораторно изучить. И одни и те же цифры тестостерона, например, 14 наномоль, при коротких рецепторах этого будет достаточно при длинных рецепторах. Это количество CAG повторов. Количество CAG повторов. Если вам генетически не повезло, то иногда даже нормальные значения тестостерона вас не компенсируют и вам этого будет недостаточно. Потребность. На обычной работе до повышения, до того, как вы перестали нормально спать, до того, как у вас появился хронический стресс, до того, как вы решили вдруг, что вам нужно пройти Ironman, вам хватало тестостерона на все ваши хотелки. А сейчас не хватает. Это так называемые социальные показания гормонозаместителя терапии. Когда человек вынужден взять на себя в 2-3 раза больше работы, чем нужно, вынужден меньше спать и у него, к сожалению, нет вариантов. Такое тоже бывает. И по факту человек здоров, но в контексте норм и потребностей его жизни он не здоров. Он не компенсируется теми возможностями, которые дает ему организм. И иногда, к сожалению, казалось бы, здоровый человек нуждается в каком-то костыле в поддержке тестостерона. Анализы. Иногда они лгут. Они лгут как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Иногда мы видим хорошие показатели, хотя у человека дефицит. Иногда мы видим плохие показатели, хотя у человека все в порядке. Поэтому крайне важно подбирать с умом хорошую лабораторию. Не причина в тестостероне. Действительно, возможно, у вас цифры более-менее нормальные. Вы считаете, что у вас все признаки дефицита тестостерона, но причина не в дефиците тестостерона, а в том, что вы не высыпаетесь или что у вас депрессия. Очень многие заболевания имеют схожую симптоматику. И мы под действием, к сожалению, окружающей среды, которая из каждого утюга вещает про то, что у всех дефицит тестостерона, что все причины в дефиците тестостерона, что нужно иметь высокий тестостерон, мы уже как зомбированные ищем ответ всегда в тестостероне. И очень часто причина совсем в другом. ГСПГ. У вас может быть высокий тестостерон, он может быть 25-30, но если из-за высокого ГСПГ у вас недостаток свободного биодоступного тестостерона, вы будете испытывать симптомы дефицита тестостерона. Поэтому никогда недостаточно сдавать только общий тестостерон. Мы всегда сдаем ГСПГ, свободно биодоступный считаем, и только из этих соображений в ориентире на клинику, на жалобы пациента мы можем выставить или не выставить дефицит половых гормонов. И, наверное, самая простая банальная причина – это количество тестостерона. К сожалению, это проще всего выявить, и даже несмотря на это, видя снижение цифр тестостерона ниже 12 наномоль, пациентам крайне редко назначается правильное лечение. Что же такое ГСПГ? Это глобулин, связывающий половые гормоны. У нас весь тестостерон в организме существует в связанном и в свободном виде. Свободный тестостерон, биодоступный – это тот тестостерон, которым вы можете пользоваться. Связанным тестостероном, связанным с ГСПГ, вы пользоваться не можете. Часть тестостерона связана еще и с белками плазмы крови, но там связь непрочная, и в принципе вы ими пользоваться можете, а вот ГСПГ намертво схватывает тестостерон. И очень часто именно из-за высоких цифр ГСПГ нам не хватает тестостерона. И с годами ГСПГ растет, а общий тестостерон и свободный с годами у нас неуклонно падает. Наш уровень тестостерона выходит на пик примерно с пубертата и до 20, у кого-то до 25 лет. И затем каждый год, каждый год, каждый год мы начинаем терять запасы тестостерона. Наши яички не только кожа, не только волосы, не только наш взгляд становится более взрослее, но и наши яички, к сожалению, они не рассчитаны на 80-90 лет функционирования. У женщин наступает менопауза примерно к 45-50-55 годам. У мужчины происходит примерно в этот же временной промежуток снижение выработки тестостерона в том объеме, который достаточен мужчине для полноценной жизни. И когда мы видим мужчину в 50-55 лет пузатого, это, скорее всего, говорит о том, что уже 5-10 лет он находится в дефиците тестостерона. Просто у женщин это состояние выявить проще, потому что исчезают месячные. У мужчин это состояние иногда выявить сложнее, потому что мы, к сожалению, не привыкли регулярно и правильно обследоваться. Так что же такое тестостерон? Это друг? Это враг? Это игрушка? Это инструмент, чтобы получить желаемое? Что же это такое? На самом деле, мне хочется, чтобы вы не относились к этому как-то предзятым. И выслушав историю сегодняшних гостей, вы, наверное, согласитесь со мной, что в одном случае это препарат, который спасет чью-то жизнь, в другом случае это препарат, который может погубить чью-то жизнь. Поэтому что же это такое, наверное, зависит от точки применения. В тех ситуациях, когда он жизненно необходим, глупо задумываться о том, чтобы его не использовать. В других же ситуациях, когда это ради баловства, ради того, чтобы кого-то удивить, наверное, стоит все-таки 10 раз подумать, прежде чем начать его использовать. Всегда, прежде чем что-то сделать, нужно хорошо взвесить все за и против. Мы, безусловно, живем один раз. И хотим сделать это максимально ярко, быстрее, выше, сильнее. Это девиз каждого мужчины. Но, наверное, несмотря на то, что мы сами распоряжаемся своей жизнью, своим телом, делая выбор, мы должны знать все плюсы, все минусы, всю правду-матку о том, какие последствия нас ждут. Мой призыв к вам — это 10 раз подумать и взвесить все за и против, прежде чем принимать очень важное решение, которое может сломать вашу жизнь. И поэтому, если вы все-таки под действием друзей, если их можно так назвать, либо под действием каких-то социальных идолов решили, что вам это нужно, пожалуйста, подумайте хорошо. Ведь здоровье — оно одно. Тело — оно одно. Оно не в кредите, не в лизинге. Вы не сдадите завтра его обратно, и вы не возьмете новое на прокат. А сожаление к нам приходит и осознание только в те моменты, когда уже упущено то, что воротить не получится. И я думаю, что если мы могли бы задать вопрос некоторым героям, которых сейчас нет с нами, но которых мы достаточно часто сегодня упоминали в выпуске, если бы у них была возможность бросить, либо не начинать, и жить сегодня полноценной здоровой жизнью, быть сегодня с нами, а не смотреть за нами с небес, то я думаю, что их выбор был бы очевиден. Мы все считаем, что это не про нас, что это про кого-то другого, что я не попаду в плохую статистику, у меня не будет осложнений, что меня не посадят, что мое здоровье крепче, чем у других. Дай бог, что это про вас. Я очень надеюсь, что у вас все будет хорошо. Делайте все, что в ваших силах, для того, чтобы жить полноценной жизнью. И не играйтесь с такими серьезными вещами ради чего-то сиюминутного признания. Тестостерон, успех, сила, мужественность. Это все написано на одной стене. И с детства нам всем прививали и будут прививать, что без нормального уровня тестостерона вы никогда не добьетесь успеха. И мы в голове строим очень неправильные связи, что тестостерон равно успех. Ампула тестостерона – это ваше достижение. А на самом деле достижения, они кроются совсем за другими вещами. И, возможно, та же мускулинность – это совсем не уровень тестостерона. И успех в ряде ситуаций, наоборот, не будет связан с тестостероном, а тестостерон может только помешать. Помешать – промолчать. Помешать – уступить. Помешать – схитрить. Вспомните прошлое. Времена, когда некоторые люди осознанно кастрировали себя, идя на госслужбу, для того, чтобы легче находиться на госслужбе. И они были очень успешными. Вспомните Китай. Один из самых богатых людей древности был Евнухом. Вспомните персонажа из «Игры престолов», которому низкий уровень тестостерона из-за кастрации не помешал пережить всех героев мачо во всех сезонах. Иногда высокий тестостерон может быть и врагом. Иногда низкий тестостерон может быть вашим другом. Иногда люди с очень низким тестостероном обладают гораздо большей мужественностью, гораздо большими достижениями и потенциалом, чем люди, чей тестостерон сверх всяких норм за счет применения фармакологии. Поэтому самое главное, не ставьте никогда в голове знак «равно» между тестостероном и успехом. Друзья, я очень хочу подарить вам бесплатное приложение, которое я разрабатывал несколько лет со своей командой. И каждый день продолжаю его улучшать благодаря вашей обратной связи. В этом приложении абсолютно есть все, чтобы закрыть все потребности, связанные с фитнесом. Это и питание правильное, это и тренировки, это видеоинструкции, кстати, как правильно тренироваться. Это и различные счетчики, ну все есть, в том числе даже подкасты, правильные статьи. Это действительно бесплатно. И скачать это можно просто пройдя по ссылке под этим видео. Скачайте, будьте здоровы и пользуйтесь на здоровье. Я считаю, мужчина должен быть спортивным в первую очередь. А там мужественным он будет или нет. Это все зависит от воспитания. Так родители его воспитают. Окружающая среда. В какой окружающей среде находится твой ребенок. У меня трое детей, двое сыновей, одна дочка. И у меня и старший сын занимается спортом, и младший сын занимается спортом. И я вижу даже вот по-младшему, что он приходит в боксерский зал, он у меня боксом занимается. Общаясь со взрослыми мужчинами, не парнями, а мужчинами, которые по 40, 45, 50 лет. Я вижу манеру его общения. Я понимаю, что растет мужчина. Я бы не хотел бы, конечно, чтобы мой ребенок или наши дети превращались в такое что-то аморфное. Возможно, конечно, кто-то склоняется к теории, что если это мужчина, то он обязательно должен быть альфа-самцом. Но у меня на этот взгляд немного иная точка зрения. Если мы берем мужчину, который проживал тысячу лет назад, там, безусловно, без каких-то мускулинных, мужских качеств было достаточно сложно выжить. Ни на охоте, ни на рыбалке, ни в поле, где ты работаешь, не защищая свою жену и землю. Сейчас мы же постепенно развиваемся, цивилизация развивается. И все то, что давалось раньше человечеству большим трудом, сегодня можно приобрести при помощи финансовых средств. Давать оценку мужчине с позиции мышцы, борода, усы и способность кому-то выбить челюсть. И именно поэтому он мужчина. Или он проявляет свою агрессию, бьет кулаком по столу рядом со своей женой. Ну, если кого-то такая версия устраивает, теория, пожалуйста. Я все-таки считаю, что мужчина – это в первую очередь осознанность и ответственность. Ответственность за себя, за свои решения, за свои мысли, за свои действия, за свои ценности, за жизненные принципы. Какая разница кому, как ты достигаешь результата? Физическим трудом, спортсменты, военнослужащие, сотрудник МЧС или врач, или депутат. Сейчас в современных условиях мы абсолютно стопроцентно можем утверждать, что мужчины проявляют себя абсолютно по-разному, так как комфортно ему. А если говорить, например, про мужские волевые качества, безусловно, ответственность, она не может существовать без волевых качеств. Ее просто-напросто не будет. И мужчина не будет принимать решения, будет просыпаться инфантильность. Мужчина будет позволять себе некую мнительность, хотя для мужчины и это является нормой. Мы не можем быть всегда сильными. У нас организм не предназначен быть постоянно в системе стресса. А если мы говорим про альфа-самца, про мускулинность, про такую брутальность мужскую, то это чаще всего стрессовое состояние. Даже если посмотреть на вегетативную нервную систему, взять симпатические, парасимпатические отделы, это же система антагонисты. Ты не можешь быть постоянно в симпатическом состоянии, либо в парасимпатическом. Везде должен присутствовать баланс. Жизнь другая была. Ментальность людей была другая. Воспитание молодежи было совершенно другое. Не было интернета. Западная пропаганда, которая начала просачиваться в Советский Союз, именно видеофильмы про Шварценеггера и Сталлона. Молодые люди хотели стать такими. Это хорошо. Были примеры. Почему сейчас такого нету? Ну, совершенно разная жизнь. Сейчас везде есть фитнес-центры. Попасть в фитнес-центры ничего не стоит, они не такие дорогие. Раньше, если ты в подвале провинился, тебя просто выгонят на улицу. И у тебя не будет вариантов тренироваться нигде, кроме как на улице на перекладине. Потому что и ценили тогда то, что тебя пустили в подвал, и ты тренируешься с железками, которые есть там. К счастью, то, что у меня было такое желание, была такая возможность, и уже через год тренировок я уже выступал на соревнованиях. Ну, такого не найти. Что касается сейчас, я заметил последние 10 лет, то, что сейчас молодежь идет в залы, и она тренируется. Очень много молодежи, молодежи, я говорю, это 15-25. Они приходят даже по несколько человек, компаниями, там, кто-то по 3-4 человека приходят, и они тренируются. Да, они как-то, может быть, они неправильно там выполняют, но у них есть желание. У них есть желание, и, так скажем, это модно, да, модно. Ходить в тренажерный зал и хорошо выглядеть. Что касается внешнего вида молодых людей и девушек на улице, я заметил то, что молодые люди, парни, выглядят лучше, чем девушки. Я говорю, вообще. То есть мне именно те, и те тоже ребята, которые ходят в тренажерный зал, они хотят измениться, они хотят стать лучше, и они хотят стать сильнее, как, значит, есть какие-то у них на кого-то не смотрелись, наверное. Не на Шварценеггера, на столу, а, наверное, на кого-то другого. Вот, поэтому у нас были в то время те кумиры, у меня тоже Шварценеггер был. Я тоже пересматривал «Качай железо» по несколько раз. Это был такой, знаешь, в хорошем смысле фанатизм. Люди с удовольствием смотрели на этого героя, на того же Шварценеггера, на того же Ван Дамма, на того же Сталлона. То есть, когда появился первый фильм «Рокки», да, все смотрели и хотели быть похожи на него. Сейчас не знаю, надо, наверное, у молодежи поспрашивать, какие кумиры у них сейчас. Масса людей, когда я занимался бодибилдингом, да, мне говорили, что я тупорылый качок, то, что мы не сильные, и мы, значит, просто надуваем мышцы, так они говорили. «Пьем хим, химию». Когда они видели, что я пью протеин, они говорили, что я пью... Для них все было химия. Когда им начинаешь объяснять, они не понимали до сих пор. Некоторые до сих пор не понимают, если видят люди, пьют протеин, говорят химия. Вот, о чем говорить, представляешь, там, в начале 90-х для них инопланетяне были, епта. Я иду в полосатых штанах, они вообще не понимают, кто это, блядь, откуда он взялся такой, блядь. В метро выйди, блядь, в полосатых штанах, вот, пиздец, пальцем тыгать, скажешь, о, ебанутый придурок, пошел какой-то, блядь. Я рос также на фильмах со Шварцем, да. Я помню, кстати, в поле ты приходишь в вторую качалку в какой-то подвале, и вот эти плакаты повсюду, просто нереальных раскачанных мужиков. Их откуда-то завозили, эти плакаты, мне кажется, в количестве, и ты просто не понимал, откуда эти тела берутся. И хотелось, да. Мне кажется, визуальный образ, он всегда тебя тянет подкачаться, что-то сделать, не быть ленивым. Но будет ли это актуально, когда будут взрослеть мои дети? Наверное, уже нет, мне кажется. Будет какая-то история, типа, бодипозитива, может быть, еще что-то новое там откроется. Наверное, это уже уйдет. С учетом современной хирургии, когда можно там себе сделать липосакции, пресс, там, и все это, то это будет все гораздо проще, проще будут на это люди смотреть. Супергерои в детстве, мне кажется, были у каждого человека. И у меня были свои супергерои. И Ван Данн, Дольф Лунгрен, Джеки Чан, наверное, относительно, Сильвестра Сталлоне. Ну и, конечно, я даже помню такие моменты, когда тебе 14-15 лет, а у нас еще не было тогда центрального телевидения, были коммерческие телеканалы. Ну и, соответственно, каждый день в почтовый ящик забрасывали листовку, ну или раз в неделю с программой, какие фильмы будут. Здесь же очень важную роль играет гормональная система, когда я наблюдаю за значимой для себя фигурой, которая транслирует некий образ героя. Он сильный, он могучий, он смелый, он всех убеждает, он за справедливость. Хочу я этого или нет, у меня начинает подскакивать уровень дофамина. Тут же подключается ретикулярная активирующая система, определяя этого человека значимым и важным. Неважно, какую роль он играет в кино, вот обратите внимание, когда у зрителя появляется симпатия к плохому герою, отрицательному. Есть хороший, а есть отрицательный. А почему так происходит? По разным причинам, в том числе и биохимические процессы, а ретикулярная активирующая система, она не умеет определять, хорошо и плохо. Хороший это актер или плохой, хороший персонаж или плохой. Как только ретикулярка зафиксировала данный персонаж важным для тебя, тут же начинается выработка дофамина, а там еще и другие гормончики, норадреналин подскакивает, эндорфины, окситоцин. Осмотрелся фильмы, выходишь на улицу, и ты начинаешь там садиться на шпагат, бегать с палкой, имитируя, что ты ниндзя американский какой-то, играя в какие-то игры. И безусловно, вот такие персонажи, они же в принципе кинематографом не просто так придуманы. Если ты обратишь внимание на фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, там очень часто можно обнаружить героизм, там очень часто можно обнаружить значимую взрослую большую фигуру, на которую ориентировался мальчишка, который потерял отца на фронте, дядю, дедушку, остался сиротой, например, либо воспитывается только одной мамой. Вот этот образ героя, он очень часто помогал подрастающему поколению формировать в себе мужское начало, то есть образ для подражания. И если мы берем послевоенное время, женщины восстанавливали в большей степени страну, начали заниматься мужской работой, производство, экономика, промышленность. Откуда ребенку брать пример мужчины, если мама постоянно на работе, приходит уставшая, приготовила, постирала, убралась и ребенка спать уложила. И здесь такой, знаешь, уже получается палка о двух концах. С одной стороны, это хорошо, потому что у тебя есть супергерой, на которого ты можешь ориентироваться. А с другой стороны, например, если мы берем мальчика, которого воспитывает мама, даже если это полная семья, статистически мама проводит почти 90% времени с ребенком, с мальчиком, папа процентов 10-15. То есть он на работе, он еще где-то на охоте, на рыбалке с друзьями, пришел домой, пацана по голове там почесал, поиграл с ним в футбол 15 минут и лег спать. И по сути, все привычки, установки, убеждения, модель поведения мальчик в большей степени формирует от мамы. Мама себе может позволить ему сделать замечание, накричать на него, подавить его какие-то волевые качества, даже не осознавая, что в данный период времени, например, мальчишка проходит этапы психосексуального развития. И где-то, если мы берем мальчиков и девочек, там Эдипов комплекс, комплекс Электры, когда, например, мальчишка влюбляется в свою маму на этапе психосексуального развития, в определенном возрасте, 5-6 лет, там это усредненные показатели, все очень индивидуально. У него начинает просыпаться по отношению к маме, а не только отношение такое, как с позиции мама-сын, но еще и он начинает обнаруживать в ней женщину. И представляешь, в этот момент мама где-то проявляет либо отстраненность, либо агрессию, либо критику, требовательность, жестокость по отношению к мальчику. А далее он куда приходит? Мама на него накричала, подавила его качества волевые. А это же маленький такой львенок, ему нужно заявить о себе. Она берет его за ручку, отводит в детский сад, там его встречает Мария Сергеевна. Мария Сергеевна его заводит, снимает с него штанишки и говорит, садись какать. Он покакал, пошел играть. Если он ведет себя не так, как нравится Марии Сергеевне, она начинает его воспитывать, подавляя где-то в том числе его волевые качества и формирование его мужского начала. Он возвращается опять из детского садика, там опять мама, потом школа, большая часть преподавателей, учителей, женщины. Потом он идет в университет, там опять женщины. И по сути этот мальчишка, вместо того, чтобы сформировать в себе мужские волевые качества, он превращается в такого инфантильного мальчика, который не способен справляться с трудностями, для которого сложно воспринимаются проблемы, испытания какие-то жизненные. Он с трудом реагирует на стресс. И вместо того, чтобы где-то собраться, сконцентрироваться и принимать какие-то решения, он делает шаг назад. Почему? Потому что у него нет такого опыта, нет навыка. И безусловно, когда отец находится рядом, даже если отца нет, пусть это будет тренер, это должен быть человек, не супергерой с экрана. Потому что сегодня супергерой есть, завтра его нет, вкусы меняются, предпочтения. Это может быть тренер, это может быть друг семьи, крестный, дедушка, брат. Но это обязательно должна быть мужская фигура, которая способна быть с мальчиком в диалоге. Тогда шансы на то, что у этого пацана все в порядке будет с мужским началом, он будет волевым и проявленным мужчиной, будут повышаться. Про нынешних мужчин или поколение вот это, даже 30-летние, 35-летние, я не могу сказать ничего, потому что я стараюсь мало общаться. Это круг общения не мой. Мой круг общения, как мы говорим, старая гвардия. Это люди, родившиеся еще в СССР, понимающие, что такое дружба, что такое твое данное слово кому-то, понимающие, что такое семья, дети. Может быть в 30-35 лет и 40 есть достойные, я ничего сказать не могу, парни. Но даже находясь в зале во время тренировки, многие молодые подходят, спрашивают, разговаривают, заводят какие-то темы. Слушая их разговоры между собой, я понимаю, что я далек от всего этого. У меня такое впечатление, что мир перевернулся. Потому что, ну, раньше я не мог представить, что мужчина с мужчиной обсуждают какую-то женщину, как, что, чего. Ну, это просто нонсенс. А сейчас ребята стоят и разговаривают на темы, на которые раньше разговаривали женщины. Женщины могли обсуждать что-то, полоскать что-то, белье. Ну, сейчас мужчины, ну, это нормально, нормально. Это вот последние 20-30 лет, смотря вот этот телевизор, что происходит, как происходит, кто кумиры у нашей молодежи, становится страшно и понятно, почему вот такое поколение сейчас растет. Но я думаю, все исправится. Глядя на своего сына, вот, младшего, я вижу, как он относится к родине, как он относится к спорту, как он относится к друзьям. Не то, что это мое воспитание, или я что-то ему говорю. Я вижу и среди его друзей, что подрастает поколение. То, что сейчас в современном мире мужчину пытаются сделать в большей степени похожим на женщину, это, безусловно, неоспоримый факт. Я с женой был в Италии в прошлом году. Захожу в магазин и хожу, значит, по магазину, по брендовому, ищу женский мужской отдел. И спрашиваю, вы не подскажете, где здесь мужской отдел? А они говорят, вот, вы в нем находитесь. И я охренел. Ну, правда. Я начал подходить и перебирать розовые курточки, там какие-то облегающие штанишки, штанишки со стразами. Все очень такое инфантильное. Даже цветовая гамма инфантильная. И я уже молчу про то, что я вышел на улицу и мужика в юбке встретил, бородатого. Для меня это вообще шок был. И я могу сказать, что это, безусловно, пропаганда, когда молодому человеку рассказывают о том, что он может быть любым и проявить себя так, как он хочет. Если ты чувствуешь, что ты девочка, будь девочкой. Если ты чувствуешь, что ты мальчик, будь мальчиком. Но то, что это навязывается извне, это факт 100%. Безусловно, это влияние на институт семьи. Это влияние на традиционные семейные ценности, на социокультурные ценности. Здесь я могу сказать только решено, это ответственность общества в целом. Ответственность каждого отца, каждой матери, государства, людей вокруг. Нужно возрождать семейные ценности. Институт семьи нужно это делать, начиная со скамьи. По-другому мы никак не сможем сохранить статус мужчины и статус женщины. Мужчины станут женщинами, женщины мужчинами. Что дальше? Человечество вымрет. В своей жизни я видел очень много выглядящих людей брутально. На самом деле эти люди ломались в определенной ситуации, в определенном месте буквально за сутки. Превращались просто в женщин, которые ныли, плакали. Внешность ни о чем не говорит. Это довольно-таки обманчивая такая субстанция. Да для меня мужчина настоящий, это ни в коем случае не мышцы. Нет, ну безусловно это красиво, когда ты видишь мужчину, который следит за своей фигурой. И его внешность показывает, что он способен защитить, либо является сильным. Ну хотя я знаю массу примеров, когда сильные, накачанные ребята давали заднюю перед щупленьким, но духовитым парнем, во внешности которого ты в жизни не скажешь, что он является каким-то спортсменом. Бегут, аж пятки сверкают. Я помню, когда я был подростком еще, может постарше, там 17-18 лет, я просто рос в таком районе, где у каждого второго папа сидел, либо сидит. Одни бандюганы кругом, и каждый считает себя авторитетом. И я был часто свидетелем истории, когда абсолютно негабаритные парни сталкивались в каком-то конфликте, там на дискотеке, в клубе, как раньше на дискотеку ходили, с каким-то качком здоровенным. И при мне были истории, когда этот парень просто складывал его с двух ударов. Бывает и обратное, когда там качок может кому-то двинуть. Но смысл-то не в том, что ты большой. Для меня мужчина это все-таки внутреннее содержание в первую очередь. Принципы, поступки, действия, отношение к семье, отношение к себе, отношение к родителям, отношение к обществу, к стране, служение обществу. В моем понимании мужчина это человек, который является благом своего рода. Вот это я благородный мужчина. Кто такой благородный мужчина? Я благо своего рода. Вот представь себе, мужчина поворачивается лицом назад, и у него появляется на одну минуту возможность увидеть всех мужчин его рода. Ты сам представь себе такую ситуацию. Вот ты поворачиваешься и видишь перед собой на протяжении 60 секунд всех мужчин своего рода, которые были до тебя. И задаешь себе вопрос. Я являюсь благом вот этого рода. То есть благородный, это задача для мужчины стать лучшим в своей родовой системе. И безусловно, если мы берем, например, разные народности, Кавказские республики, тейпы, где мужчины страстно берегут честь своего рода. Вот для меня понятие благородный и вообще понятие мужчины, это что-то рядом стоящее. Все остальное нарабатывается, приобретается. Все остальное можно выучить, изучить, освоить. Но если ты внутри гниешь и разлагаешься, ты можешь быть самым красивым, самым сильным, самым накачанным спортсменом. Но при этом такого человека будет трудно назвать мужчиной. У каждого своя картина мужественности. И нам сегодня очень многие люди навязывают мнение, что мужественность – это обязательно про тестостерон. И легкий путь достичь мужественности – это повысить свой уровень тестостерона. Он важен, он необходим, но в первую очередь для здоровья. Никогда ваша мужественность не будет связана напрямую с уровнем вашего тестостерона. Связь, безусловно, есть. Но она не прямолинейная. Если вы решили, что можно стать настоящим мужчиной, просто используя тестостерон – это не так. И женщина у вас низкий тестостерон не сделает. Какой же выбор нужно сделать в своей жизни? Наверное, правильный. А как же помочь вам? Вот, наверное, через такие видео, в которых мы просвещаем, делимся с вами знаниями, чтобы вами было сложнее манипулировать. Чем больше в вас мы вложим знаний, чем больше у вас будет нашего опыта, наших граблей, на которые мы наступили, и о многих из которых мы сожалеем, тем сложнее вами будет манипулировать, тем сложнее в зале вам будет предложить тестостерон, тем менее охотно вы будете за кем-то подражать и будете идти только своим путем. И я очень надеюсь, что вот это все время в большой команде и те усилия, которые мы вложили в этот фильм, они помогут вам самостоятельно сделать выбор, и только вы будете ответственны за свое здоровье, и только вы будете решать, правильный этот выбор или неправильный. Цените свое здоровье, оставайтесь настоящими мужчинами, и помните, что ваша жизнь только в ваших руках. Субтитры создавал DimaTorzok